Открытая студия Сергей Борисович, здравствуйте Здравствуйте, Николай, здравствуйте, уважаемые радиослушатели Прежде чем мы приступим с вами к диалогу Я хочу сразу обратиться ко всем, кто подключился к нашему вещанию Для тех, кто впервые включил, быть может, телеканал Арктик ТВ в этот самый момент И увидел нашу передачу Это прямой эфир, дорогие друзья И у нас открытая студия имеет такое название, не красного словца, а ради Вы всегда можете присоединиться к нашему диалогу Задать свои вопросы ведущему или спикеру И сделать это в прямом эфире Для этого можете позвонить по номеру телефона 99-45-45 Еще раз, 99-45-45 Ежели вы не словоохотлив или стесняетесь говорить с нами тет-а-тет Вы всегда можете написать сообщение на один из наших интернет-мессенджеров Будь то Телеграм, Вайбер или Ватсап По номеру телефона плюс 7-900-21-708-2006 Ну а поговорим мы сегодня на темы злободневные Каждый раз люди делятся, наверное, на несколько классов, каст и категорий Когда слышат зловещее или волшебное для кого-то слово льготы На них сегодня мы с вами пообщаемся Об изменениях в законе, вступивших с 1 января Но для начала мне бы хотелось узнать Вы за эфиром скользь обозначили на несколько цифр статистики О количестве населения и количестве льготников Вот как у нас в Урмансской области сейчас эти дела обстоят? В области по состоянию на сегодняшний день 752 тысячи жителей И из них 336 тысяч являются получателями различных мер социальной поддержки То есть так или иначе проходят через наше ведомство Фактически 40 с небольшим процентов или даже 40 с большим процентов Населения области всей, которые близко к миллиону Кстати, для меня это открытие Ну то есть я, наверное, никогда не вдавался в эти цифры Почему-то, думаю, у нас в нашей области чуточку меньше Являются льготниками, они ежемесячно проходят по вашей программе Ну есть разная категория льготников Кто-то получает различные выплаты регулярно Для кого-то это единовременные выплаты Мы говорим вообще в целом о том количестве людей Которые так или иначе являются получателями поддержки государства Друзья, это такая общая информация, статистика Чтобы какие-то моменты сразу стали ясны Но вопрос сегодня в первую очередь касается 1 января С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в законах Мурманской области Как нам сообщили Регулирующие условия и порядок предоставления мер социальной поддержки людям старшего возраста Об этих изменениях уже много писали Информация где-то была доступна Где-то тем языком, который читать сложно, но звучит красиво Благо открытая студия подразумевает такую спокойную, фактически неформальную беседу Поэтому нам бы хотелось узнать поподробнее об этих изменениях В первую очередь о категории граждан, которые попадают под выплаты Или годы в качестве соцподдержки Какие категории граждан будут? Николай, здесь нужно пояснить, что действительно с 1 января 2019 года Вступили изменения в пенсионное обеспечение Они касаются возраста выхода на пенсию И если вы помните, в конце августа президент Российской Федерации Выступая по этому поводу Он как раз сказал, что регионы должны принять различные меры Которые поддержали бы людей, попавших в переходный период Для того, чтобы максимально сохранить те льготы Которые у них наступили бы Если бы не изменения в пенсионной реформе То есть эта задача от высшего руководства Перекинулась на главные лица региона Действительно, и мы достаточно оперативно, я считаю, сработали Уже 20 сентября Мурманская областная дума Приняла два закона Которые внесли изменения в целый ряд законов региона И, собственно говоря, они коснулись как раз тех категорий людей Которые еще не получили статус пенсионера То есть у них нет начисления за страховую и трудовую пенсию Как ее раньше называли Но, тем не менее, они могут пользоваться теми льготами Которые у них появились бы, если бы они приобрели этот статус То есть это, получается, такое основное изменение В связи с тем, что у нас здесь сдвинулись возрастные рамки Абсолютно верно Да, сама пенсионная реформа, она проходит этапно Но мы можем уже сегодня говорить, что значительная часть людей В первую очередь речь идет, конечно, о представителях льготных категорий Мы постарались не забыть никого Здесь есть и самые массовые категории Такие, как, например, ветеран труда И ветеран труда Мурманской области Вот, опять-таки, для понимания масштабов У нас в области больше 90 тысяч ветеранов труда И около 25 тысяч ветеранов труда Мурманской области Кроме того, есть пенсионеры, которые не являются носителями льготных категорий Но они также попадают Вот все законами закреплено их право по возрасту Получать те или иные меры поддержки Вот, если позволите, я буквально, чтобы у радиослушателей сложилось Абсолютно простое понимание того, что сделано в этих законах Раньше для того, чтобы человек приходил в Центр социальной поддержки населения И обратился с заявлением Так А у нас все меры носят заявительный характер Или бюрократию Да Ну вопрос даже не бюрократию А вопрос в том, что человек сам должен заявить Что он нуждается в государственной поддержке А мы проверяем его основания Если все соответствует, тогда идут уже определенные меры поддержки В том или ином формате Или это в денежном эквиваленте, как правило, всегда Или это какие-то другие натуральные меры поддержки Это вот как было раньше Да, это как было раньше А сейчас, собственно говоря, мы привели все эти меры к возрастной границе То есть убрали понятие в законах наступления права с момента приобретения статуса до пенсионера Заменили их возрастными Или это где-то есть такая мягкая формулировка лица старшего возраста Или где-то конкретно указана возрастная граница Мы живем на севере Поэтому, собственно говоря, раньше право на получение пенсии наступало у женщин в 50 У мужчин в 55 И вот именно этот возрастной барьер для большинства получателей мер мы сохранили То есть по новому пенсионному законодательству У женщины, которая исполнилась после 1 января 50 лет Еще право на пенсию не наступило Но право на получение льгот Оно уже есть То есть ключевой момент Я попробую с человека не погруженного со стороны аккумулировать эту информацию Несмотря на то, что есть люди, которые еще не достигли новых возрастных рамок Обозначенных нашим законодательством с принятием поправок Они уже могут претендовать и получать определенные льготы И это основной момент, который вступил в силу в первый день 2019 года, с 1 января Да, абсолютно верно Единственное, что нужно четко понимать Что для каждой группы граждан, категории, как хотите называйте ее Есть своя специфика И, скажем, вот я назвал две самых многочисленных категории Это ветерана труда и ветерана труда Мурманской области Здесь есть один очень важный аспект На него следует обратить внимание Эта мера носит адресный характер Человек получит право на те льготы, которые ему положены При условии, что у него есть определенный уровень дохода Законодатель определил величину этого уровня дохода 2,5 величины прожиточного минимума Но опять, чтобы не загружать вас Это порядка 38,5 тысяч рублей Если у человека есть уровень дохода выше Значит, он не сможет получать меры поддержки Если он равен или ниже, то он уже может получать 2 выплаты То есть тот нюанс, который нужно знать человеку Если он хочет рассчитывать на льготы Ему нужно проверить свой баланс ежемесячный, который ему приходит от банковских начислений Если выше двойной нормы обозначенного минимума Да, я сегодня ознакомился с информацией Там идет 15 с чем-то И, ну, я веду единичное число 2,5 как раз увеличивает от 38 и плюс какие-то цифры копейки Если выше, выше этой суммы, значит, человек льготы не будет получать Вне зависимости от изменений, да, или чего-нибудь в этом духе Потому что, ну, так обозначено Значит, он сам себя может еще обеспечить Вот, грубо говоря Ну, потому что дело в том, что человек может получить льготный статус, продолжая работать Да, у нас есть распоряжением губернатора присваивается звание Ветеран труда, ветеран труда Мурманской области Человек может, у него есть в наличии определенный перечень наград Которые он может претендовать, да Вы даже, собственно говоря, если вы их получили условно в 40 лет Вы пришли в Центр соцподдержки, направили документы Вам рассмотрели все соответствие, вам присвоено звание ветеран труда У вас есть удостоверение Но право на льготы, оно идет Раньше шло в зависимости от того, когда вы получили пенсию Вы можете продолжать работать, получать при этом страховую пенсию, трудовую пенсию Так очень многие делали Абсолютно верно А сейчас, если вам исполнилось по возрасту 50 для женщин, 55 для мужчин Я в любом случае, вот даже если мы с вами озвучили 38 с половиной тысяч ежемесячный доход Я бы все равно такому человеку рекомендовал прийти в наш Центр социальной поддержки Потому что специалисты проверят Дело в том, что там проверяется уровень дохода за полгода предшествующего момента обращения И в любом случае, это не чисто арифметическая цифра Я понимаю, то есть вы к тому, что если человек внезапно получил премию на работе, скажем, дополнительно 10 тысяч рублей И схватился за голову, как же я теперь за льготой схожу То есть до этого получал меньше Сейчас вот так будет Будет проверка, дело человека подавляться Наверное Доход за полгода, говорите, да? Да, он должен прийти со справкой о доходах за последние полгода И это будет являться для специалистов основанием для осуществления проверки И уже затем вынесения вердикта Имеет право человек на дополнительную поддержку государства или не имеет А здесь надо сказать, что две выплаты сразу Если у человека поступает право, он получает региональную ежемесячную денежную выплату Она не очень большая Она сейчас составляет 971 рубль ежемесячно Ну и также получает компенсацию за часть расходов по жилищно-коммунальным услугам Так называемая ежемесячная жилищно-коммунальная выплата, ЕЖКВ Сегодня она составляет 1598 рублей Скажите, пожалуйста, не могу не задать вопрос Не то, что как журналист, а как любопытствующий очень человек Мы об этом тоже вскользь поговорили за эфиром В более неформальной беседе о том, как не принято воспринимать адекватно хорошие новости То есть все, о чем вы сейчас говорите, я слушаю со стороны, думаю, как же здорово То есть действительно в тот самый момент, когда ощущается работа для людей Но абсолютно без иронии говорю сейчас Это удобно, это правильно И особенно выгодно для тех, в хорошем свете выгодно, кто почувствовал в прошлом году, что именно он пострадает от новой реформы за август 2018 года Но есть ли какая-то обратная сторона? Я имею в виду, расширился ли бюджет за счет, например, за счет чего бюджет расширяется То есть какое-то повышение налога для других людей пойдет Или может быть какая-то категория людей при этом, при всех этих изменениях льготно вовсе лишилась Ну тут, понимаете, самая большая негативная составляющая для конкретного человека Это то, что у него отодвигается возраст выхода на пенсию И возможность получения... Ведь мы отдаем себе отчет в том, что пенсия воспринимается не просто как счастливая возможность наконец заняться собой Большая часть наших граждан, к сожалению, мы должны это констатировать Пенсия воспринимается как дополнительная материальная добавка к тому, что человек сможет улучшить свою жизнь И он продолжает работать, при этом он получает гарантированно ежемесячно какую-то выплату Она в среднем по Мурманской области, кстати, у нас средняя пенсия порядка 18 тысяч рублей Да, к сожалению, пенсионеры России и пенсионеры мира – это два немножечко разных понятия Но мы не будем вдаваться в настолько глубокие подробности, так как это вопрос серьезный и вопрос не для 28-минутной программы А у нас есть еще о чем пообщаться и поговорить, тем много вопросов возникает не меньше И сейчас уже на наши тренд-мессенджеры начали поступать вопросы от наших радиослушателей Но я думаю, что озвучу я их уже после рекламной паузы, которая началась буквально через 30 секунд Напомню, для всех, кто только что переключился к нам, друзья, сегодня у нас в гостях Вы можете его лицезреть на своих голубых экранах, министр социального развития Мурманской области Мякшев Сергей Борисович Меня зовут Николай Дукмас, это «Открытая студия» Дабы связаться с нами в прямом эфире и задать свой вопрос, позвоните по номеру телефона 99-45-45 Или напишите любое сообщение на один из наших интернет-мессенджеров, будь то Телеграм, Вайбер или Ватсад Плюс 7-921-708-2006 Сегодня мы обсуждаем новые льготные законы и изменения в законодательстве, касающихся тех людей, кто с 1 января 2019 года сможет получать дополнительные выплаты Оставайтесь с нами, не переключайте свои каналы Мы скоро вернемся Реклама Продолжает говорить и показывать «Открытая студия» на Радио Рекорд и телеканале Арктик ТВ Меня зовут Николай Дукмас, и напротив меня сидит министр социального развития Мурманской области Мякшев Сергей Борисович К нам продолжают поступать вопросы, я сразу задам первый из них Итак, ненавижу, когда происходит такое, что экран гаснет Если человек, получая льготы, работает неофициально за высокую заработную плату, что его ждет, если данный обман раскроется? Как его будут раскрывать? Пишет нам человек, который не подписался Возможно, именно сейчас он находится на работе и стоит в очереди на льгот Его интересно Но ведь, Николай, на самом деле хороший вопрос, потому что, к счастью, мы работаем в белой зоне И вы знаете, что борьба с тем, что называется серой зоной зарплаты в конвертах Это одно из направлений работы наших коллег с Комитета по труду и занятости населения Мурманской области Потому что все-таки хочется, чтобы люди получали достойную заработную плату белую И чтобы они с нее платили налоги Потому что именно эти налоги формируют все социальные блага, включая меры социальной поддержки Поэтому человек приносит к нам Мы не следственное управление, мы не надзорные органы К нам человек приходит и он приносит документ, подписанный руководителем, главбухом Где есть сведения о доходе за последние 6 месяцев Для нас это является основанием Мы не занимаемся дальнейшими расследованиями Человек пришел с документом Ведь очень много вещей, которые являются, извините, может быть пафосными Но все-таки на совести каждого из нас И, собственно говоря, если я претендую на меры поддержки И чувствую себя нуждающимся в поддержке государства Значит, я действительно нуждаюсь А если нет, если у меня есть другой источник дохода Ну зачем, собственно говоря, заводить рака за камень Зачем отнимать средства у тех людей, которые нуждаются в этом реально Вопрос менталитета Отсюда выстраивается, ну это мое личное мнение Отсюда выстраиваются отношения и к всей налоговой системе И к заработным платам Проводились в прошлом году не раз среди разных информационных порталов Статистические опросы С их читателями о том, какую зарплату они предпочитают Так называемую зарплату из серой зоны зарплаты в конвертах Да, или зарплату белую официальную И в процентном перевесе 75 на 25 чаще всего люди выбирали именно конверты Причем доходят до какого-то определенного азарта Я не хочу делиться своими налогами Потому что вы говорите, наблюдая изнутри структуру О том, что из этих цифр выстраиваются те самые Ну это логично, казалось бы, да, что все же деньги не падают с неба И не растут на деревьях, к сожалению Всегда идет циркуляция, всегда идет обмен И вроде головой все это понимают Но когда речь заходит о том, чтобы заплатить налог Человек, он прессует одно к другому Здесь повысился цены на хлеб, здесь повысился общественный транспорт Здесь просто что-то там не понравилось Тут у него одежда дорогая резко стала А тут еще и налог надо кому-то заплатить И что он куда-то уходит кому-то на пользу Нет, он уходит какому-то человеку в карман И вот к вопросу о том, нуждающийся ли человек будет обращаться за льготом Или человек азартный тоже будет обращаться Да, с этим, наверное, пока невозможно бороться Но это специфика страны Он может разъезжать, извините, что так долго и спичь с меня Но просто хочу до конца довести свою мысль Человек может разъезжать на дорогущем автомобиле У него может быть действительно все хорошо Но при этом он еще и будет хвастать тем, что он льготник Такие люди встречаются К сожалению, да, наверное, так происходит И, конечно, нам бы не хотелось Поэтому мы потихоньку переводим все меры поддержки В адресный характер То есть большая часть из них так или иначе связана с уровнем Значительная часть, не большая пока Значительная часть этих мер связана с уровнем дохода Ну вот как на том примере, который я приводил до рекламной паузы Когда человек продолжает работать У него есть звание ветеран труда Но он именно от уровня дохода Если человек действительно, ну согласитесь 38 с половиной тысяч, да, понятно, ни какие деньги И тем не менее, мы говорим о том, что это определенная планка Ниже, да, человек нуждается в государственной поддержке Поэтому он приходит к нам Да, я с вами согласен Особенно если мы говорим про наличие собственного жилья То есть такая планка, она, конечно же, категорически не подходит При абсолютно сумасшедших ценах на аренду жилья в нашем регионе Но это тоже другой вопрос, нас сейчас не касающийся Нам еще один радиослушатель или телезритель пишет Я прочитаю дословно Добрый день Инвалидам и ветеранам предусмотрена льгота 50% На завывоз и переработку ТКО Расскажите или куда обратиться Вот такой вопрос Да, ну это как бы тема немножко Ну она связана, потому что тоже новое направление Которое вступило в силу законодательства с 1 января 2019 года Все меры поддержки, которые предоставлялись гражданам Имеющим право на них Они будут предоставляться с учетом как раз появления новой квитанции Которая за вывоз твердых коммунальных отходов Поэтому здесь, собственно говоря, база данных у нас сформирована Человеку специально не нужно будет приходить дополнительно в центр соцподдержки Это уже будет учтено Да, человек на руки получит новую квитанцию Он должен ее оплатить Но в тех мерах поддержки, которые мы ежемесячно человеку предоставляем Будь то федеральный льготник, различные категории инвалидов Или это многодетные семьи, где ежемесячная коммунальная выплата Мы учтем как раз вот этот процент, который человек получал раньше по коммунальным льготам Если это федеральный льготник, он получал 50%, то есть 50% от квитанции по ТКО к нему придет Если это многодетная семья, 30% от этой суммы к нему придет ежемесячно Но человек должен заплатить по новой квитанции Потому что очень важное условие И хорошо, наверное, что сейчас я вспомнил об этом Для получения мер поддержки у человека не должно быть никакой задолженности Если он получает меры поддержки по жилищно-коммунальным услугам У него не должно быть задолженности по жилищно-коммунальным услугам в принципе Это, я думаю, очень важный момент Спасибо, что отметили, Сергей Борисович Я думаю, полноценно смогли ответить на вопрос нашего радиослушателя Друзья, у нас не так много остается эфирного времени Поэтому я напомню еще раз контактные данные, как с нами можно связаться 99-45-45, это номер телефона, дабы пообщаться с нами в прямом эфире Плюс 7-921-708-2006, это номер наших интернет-мессенджеров Телеграм, Вайбер и Ватсап, куда сейчас активно присылаются сообщения Мы их зачитываем, и Сергей Борисович по возможности отвечает Давайте еще разочек про порядок действий Порядок действий для граждан, которые хотят получить льготы Значит, что им нужно сделать? Самое первое, что человек должен сделать Он должен взять свой паспорт, посмотреть, что ему действительно исполнилось Женщине 50-55 Убедиться в возрасте своем И прийти в Центр социальной поддержки населения Который у нас есть отделение или сами центры на всей территории региона У нас 8 ЦСПНов, но часть из них межрайонная Поэтому в каждом населенном пункте есть отделение Тем более наши потенциальные льготники, как правило, это все хорошо знают Прийти, задать вопрос специалистам, мы ответим Есть телефоны горячей линии Мы готовы отвечать на любые вопросы, которые у людей связаны с изменениями в их статусе И возможности получения каких-то мер поддержки Но я опять-таки, Николай, обращаю ваше внимание, что все меры носят заявительный характер И если человек раньше не был получателем каких-либо мер поддержки То ему в первую очередь нужно прийти в Центр соцподдержки Да, это в обращении как раз к нашим зрителям, сейчас радиослушателям А просто потому, что вам сегодня, у вас исполнилось день рождения Вот в данный момент, счастливое письмо не придет Не упадет в ваш почтовый ящик И добрый дядя почтальон с улыбкой голливудской тоже не придет И мне скажет, пожалуйста, вот ваши льготы Все, о чем вы сейчас говорите, естественно, носит заявительный характер Об этом нужно говорить, нужно уточнять И спасибо, что еще раз отметили, что есть всегда телефоны горячей линии Телефоны поддержки, где все всегда расскажут Они, я так понимаю, работают каждый день Конечно Скажите, раз уж мы потихоньку близимся к завершению Чуть-чуть отодвинувшись от темы, с одной стороны И, возможно, приближившись к ней вплотную Хотели бы у вас спросить Ваше личное отношение к пенсионной реформе? Сложный вопрос, с одной стороны, он простой Я сам отношусь к категории тех людей, для которых отодвинулась пенсия Да, естественно, поэтому вроде бы должен воспринимать Как человек это негативно Но, с другой стороны, работая в государственной структуре Я понимаю, что действительно без этого, наверное, уже в дальнейшем невозможно Вот я потому и спросил Слишком, получается, слишком мало осталось людей, работающих Вот ведь все имеет определенную цену, стоимость И это продолжение нашего с вами разговора Серая заработная плата, белая заработная плата Те люди, которые работают в белую, именно они обеспечивают, по сути дела Пенсионное обеспечение наших родителей Тех, кто сейчас уже находится на заслуженном отдыхе Ведь вы сами говорили, деньги не берутся ниоткуда Это наше отчисление формирует эти пенсии А количество людей, которые трудятся в белой зоне Оно, к сожалению, сейчас, да и вообще трудоспособного Оно, к сожалению, у нас есть много причин Там и демографические провалы И в том числе демографический провал 90-х Но мы говорим о том, что этих людей меньше И надо было, конечно, принимать непопулярное решение Именно, наверное, поэтому его озвучил именно президент Как глава государства Он взял на себя полноту ответственности А у нас в регионе это делаем в том числе и мы Потому что мы понимаем сложность, в которой мы сейчас оказываемся Другое дело, конечно, хотелось, чтобы, наверное, на мой субъективный взгляд Должен был быть чуть больше подготовительный период К тому, чтобы перейти к этому Мне кажется, все-таки мы всегда по нашей традиции долго запрягаем Быстро едем Но вот этого разъяснительного периода я бы его продолжительность увеличил Это любопытное мнение И действительно, возможно, негативный резонанс был бы чуточку меньше Если бы люди были к этому больше готовы Хотя, опять же, возвращаясь к условностям нашего менталитета и восприятия Все мы помним, что на фоне введения этой реформы Сообщения о ней Умы людей были заняты большим спортом Да, и один эмоциональный взрыв переходил на другой Но это совершенно другая беседа Не будем сейчас на ней Скажите, пожалуйста, а есть ли вероятность того, что еще какие-то изменения будут внесены? Ну, я не знаю, честно говоря Как вы думаете? Да, я думаю, что нет Надо бы нам на самом деле и государству, и человеку вот эту новую тему к ней подстроиться Потому что хорошо, что в ней есть определенные этапности Хорошо, что люди должны просто понимать, когда у них наступает этот новый их статус Статус пенсионера Поэтому есть пошаговые действия Ими занимается пенсионный фонд, отделение пенсионного фонда по Мурманской области И есть для северян все-таки сохранен вот этот льготный период по сравнению со всеми остальными, со средней полосой Да, он у нас повысился так же, как везде Но по-другому, наверное, быть не могло Может быть и не могло Но мы надеемся, что все в дальнейшем, что будет происходить в нашем регионе Будет все лучше и лучше И благодаря таким работам, таким людям, такой инициативе, которую мы сейчас имеем счастье наблюдать Большое вам спасибо, Сергей Борисович Это была интересная беседа И искренне надеюсь, что она понравилась нашим радиослушателям, нашим телезрителям Напомню, напротив меня сейчас министр социального развития Мурманской области Некшев Сергей Борисович Дорогие друзья, виды изменения будут, были и есть Мы за положительные изменения в социальной жизни общества Оставайтесь с нами, скоро вернемся Открытая студия Продолжение следует...